Сегодня мы с вами опять будем читать очень интересную сказку. Одну из моих любимых. Называется она «Колосок». Так что садитесь поудобнее и давайте скорее начнем читать. Колосок Жили-были два мышонка, Крудь и Верть, да петушок голосистая горлышко. Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался за работу. Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колосок. «Крудь! Верть!» – позвал петушок. «Глядите, что я нашел!» Прибежали мышата и говорят, нужно его обмолотить. «А кто будет молотить?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал один. «Только не я!» – закричал другой. «Ладно!» – сказал петушок. «Я обмолочу!» И принялся за работу, а мышата стали играть в лапту. Кончил петушок молотить и крикнул. «Эй, Крудь! Эй, Верть!» «Глядите, сколько зерна я намолотил!» Мышата запищали в один голос. «Теперь нужно зерно на мельницу нести, муки намолоть!» «А кто понесет?» – спросил петушок. «Только не я!» – закричал Крудь. «Только не я!» – закричал Верть. «Ладно!» – сказал петушок. «Я снесу зерно на мельницу!» Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают веселяться. Вернулся петушок с мельницы. Опять зовет мышат. «Сюда, Крудь! Сюда, Верть! Я муку принес!» Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся. «Ай да, петушок! Ай да, молодец!» «Теперь нужно тесто замесить да пироги печь!» «Кто будет месить?» – спросил петушок. А мышата опять за свое. «Только не я!» – закричал Крудь. «Только не я!» – запищал Верть. Подумал, подумал петушок и говорит. «Видимо, мне придется!» Замесил он тесто, затопил печь, посадил в нее пироги. Испеклись пироги, петушок их вынул, выложил на стол. А мышата тут как тут. И звать их не пришлось. «Ох, и проголодался я!» – пищит Крудь. «Ох, и есть мне хочется!» – пищит Верть. Скорее сели за стол, а петушок им говорит. «Подождите, подождите! Вы мне сперва скажите, кто нашел колосок?» «Ты нашел!» – громко запищали мышата. «А кто колосок обмолотил?» «Ты обмолотил!» – потише сказали оба. «А кто зерно на мельницу носил?» «Тоже ты!» – совсем тихо ответили мышата. «А тесто кто месил?» – дрова носил, печь топил. Пироги кто пек?» «Все ты!» – чуть слышно пропищали они. «А вы что делали?» Что сказать в ответ? И сказать нечего. Стали Крути Верть вылезать из-за стола, а петушок их и не удерживает. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать. Вот так, ребята! Помогайте друг другу и будьте внимательными к друг другу. А с вами был Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова